Сегодня 1 апреля. Из сегодняшнего дня стартовал весенний призыв на военную службу в армию. Буквально на днях Владимир Владимирович Путин подписал об этом указ. Согласно данного указа на военную службу будут призваны 134 с половиной тысячи человек. В этом видео я хочу рассказать в очередной раз о том, какие категории годности для службы в армии существуют и с какими самыми, так сказать, популярными болезнями вас в армию не призовут. Но так как сегодня 1 апреля, хотелось бы начать всё-таки с небольшого старого анекдота. Может быть, кто не слышал. Стук в дверь. Из-за двери кто там? Это из военкомата. Вам повестка в армию. Да служил я уже. Служил. Да мы знаем. Это мы так прикалываемся. Итак, обо всём по порядку. Поехали. Итак, какие категории годности существуют? Их всего лишь пять. Категория годности А. Категория годности – это годен без каких-либо ограничений к воинской службе. Категория Б. Годен к службе с небольшими ограничениями. Я, например, когда призывался в армию, имел категорию Б. Меня невозможно было отправить служить в танковые войска, так как я довольно-таки высокого роста. Метр восемьдесят девять. Следующая категория – категория В. Означает освобождение от призыва в армию в мирное время. То есть, если начнётся вдруг война, то такого человека в армию призовут. Следующая категория – категория 4. Категория Д. Даёт временную отсрочку по состоянию здоровья. И категория Д – это самая та категория, когда ни при каких условиях человека в армию не заберут. Теперь касаемо заболеваний. Конечно, есть так называемое расписание болезней, с которым вы с полным списком болезней сможете ознакомиться по ссылочке. Я прикреплю ссылочку на данное постановление правительства Российской Федерации. Но коротко всё-таки скажу, какие болезни воспрепятствуют тому, чтобы вас забрали в армию. Итак, это наличие инвалидности, ВИЧ-инфекции, злокачественных новообразований, врождённый сифилис, бронхиальная астма, регулярные эпилептические приступы, тяжёлые сосудистые заболевания головного мозга и т.д. Кроме того, кстати, от службы освобождаются те лица, которые имеют непогашенную судимость за любой вид преступления, приговорены судом к условному наказанию, работающие в МЧС, МВД, ФСБ, являются обладателями учёной степени, имеют прямую родственную связь с погибшими при исполнении обязанностей военной службы. Ну, а теперь переходим к списку, так сказать, популярных болезней, с которыми в армию вас не возьмут. Начну со зрения. Критерии того, с каким зрением не берут в армию, определены, как я уже говорил выше, в расписании болезней. Значит так, в службе будет отказано призывникам с близорукостью более 6 диоприй, дальнозоркостью более 8 диоприй, астигматизмом более 4 диоприй и с некоторыми анатомическими особенностями век и конъюнктивиты. Причём, если призывнику была сделана коррекция зрения, сейчас достаточно довольно-таки модная операция по коррекции зрения, и он проходит период восстановления, то такому призывнику даётся отсрочка. Это коротко по зрению. Интересно теперь по весу. Вес. В 86-й и 13-х статьях расписания болезни дан чёткий ответ на вопрос, с каким весом не берут в армию. Так вот, освобождаются от службы те, кто имеет недостаточный или излишний вес. Недостаточный. Менее 45 килограмм. Но это вообще человека ветром носить должно. И с алиментарным ожирением 3-й, 4-й степени. То есть, когда индекс массы тела больше 40, ну там каких-то пунктов, да, как это всё правильно вычисляется. Вот так. Перейдём к интересному моменту. Плоскостопие. Достаточно тоже популярная болезнь. Так вот, плоскостопие имеет несколько степеней. И только вот с третьей степени юношу, призывника, освободят от призыва и присвоят ему категорию годности В. То есть, ту, когда-то не годен к службе в мирное время. В войну. Вперёд из песни. Давление. В расписании болезней указывается, с каким давлением не возьмут в армию. Это гипертония первой и более высоких степеней. Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического. Имейте это в виду, у кого какое давление. Сколиоз. Современная болезнь. По-моему, очень многие страдают сколиозом. Это, конечно, моё субъективное мнение. Сидение за компьютером, неправильная посадка в школе. Но, тем не менее, не берут в армию со сколиозом только в том случае, если угол искривления позвоночника более 17 градусов. А сам дефект сопровождается болевым синдромом. Вот. Надо мерить, я не знаю, транспортир какой-то. Шутка, конечно. Но, тем не менее. 17 градусов. Кожные заболевания. Чаще всего освобождение от призыва на военную службу можно получить именно с такими заболеваниями. Что сюда входит? Атопический дерматит, карапивница, экзема, ну, псориаз, куда ж без него. Болезни желудка. Не возьмут в армию при язвенной болезни желудка, заболеваниях пищевода, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций. Также среди противопоказаний некоторые другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Как говорится, смотри расписание болезней. Травмы. Если после компрессионного перелома позвоночника появились выраженные нарушения его функций, призывная комиссия присвоит категорию Д. То есть полное освобождение от службы в армии в любых, так сказать, условиях война или не война. Интересный момент. Зубы. Кто бы мог подумать. Согласно расписанию болезни, непризывную категорию годности можно получить при отсутствии, и тут внимание, десяти и более зубов на одной челюсти, восьми любых коренных зубов на одной челюсти, четырех коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и такого же количества зубов снизу на другой стороне. Вот это список популярных болезней, сверьте с ним, может быть данная информация вам и пригодится. А так, на самом деле, будьте здоровы! Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А мы увидимся уже в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.